МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В стандарте Московской области четко прописана цветовая схема, применяющаяся на всех контейнерных площадках. Сухие отходы собираются в синие баки, а мокрые либо смешанные – в серые. Та же самая история сейчас у нас есть на территории коттеджных поселков ДНТ и СНТ. На территории многих из них уже установлены новые серые и новые синие баки на контейнерных площадках. Но на сегодняшний день есть еще коттеджи, которые не занимаются раздельным сбором мусора, есть у которых индивидуальный вывоз, есть у которых смешанный вывоз. Вот как раз сегодня об этом мы хотим поговорить. Как организовать вывоз от тех поселков, которые у нас на сегодняшний день не охвачены данной процедурой. Численность домов в коттеджных поселках от 3 до 250, поэтому было разработано три схемы вывоза твердых коммунальных отходов. Они включают в себя элементы раздельного сбора мусора. Если говорить о том, что у нас происходит, по первой схеме – это контейнерная площадка. Площадка организуется управляющей организацией коттеджного поселка. Опять же, место определяете вы, где вы считаете необходимым. Там она может, повторюсь, быть либо серые и синие баки, то есть совместная, либо она у вас уже существует. Но есть поселки, по моей информации, из 72 поселков КП есть в 47. То есть это уже история есть. Тогда на существующую площадку к серым смешанным бакам добавляется еще синий бак для сухих отходов. Вопросов у приглашенных возникло немало. На них отвечал в том числе и лично представитель русского регионального оператора. Михаил Каратаев проинформировал участников совещания, что определится с видом сбора и вывоза ТКО, заключить договоры с русским региональным оператором, приобрести необходимые баки и контейнеры, да оборудовать площадки для сбора отходов представителям коттеджных поселков необходимо до 13 декабря. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Очень много.